В наступающем уикенде мы возвращаемся к привычному с начала сего года алгоритму. Один уикенд, один ивент. И в этот раз зажигать будет голова матч-румбоксинг Эдди Хирн. Сделает он это на арене Александр Пелос, расположенном в Масвелл-Хилл, являющегося частью северного района Херингей, располагающегося, собственно говоря, на севере Лондона. Из восьми поединков ивента Эдди нам будут интересны два главных боя. Это главный поединок андеркарта, где вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии WBC в средней весе проведут чемпион Британии Содружества Наций 28-летний Феликс Кэш и 27-летний Магомед Мадиев. Не знаю, с какого перепугу, но промоутеры Мадиева или слишком уверены в его победе, впрочем, что вполне обоснованно или же знают то, о чем мы даже и не догадываемся, поскольку они уже анонсировали следующий бой Мадиева, что должен состояться 7 мая во Франции. И надо заметить, что Мадиев действительно хорош, хорош как боксер. У него прекрасный джеб и также умение этим джебом пользоваться, заряжая за ним удар правой. Он красавчик, когда соперник стоит перед ним и за ним не надо гоняться. Если темпорит боя высокий, то он становится раскоординированным и работает с запозданием. Многие не успевают за руками и наоборот. А вот Кэш с виду ни в чем выдающимся не замечен. У него неплохой двойной блок, неплохой джеб, весьма хорошая подмена руки и неплохая защита. Да и в целом парень он тоже неплохой. Но что не отнимешь у Мадиева и Феликса, так это не пуганности и вера в свои силы. Но при этом оба часто раскрываются перед атаками и остаются открытыми после проведения своих атак. Шансы победить в этом бою равны. Больше у Мадиева, но у Кэша, как говорится, и стены родные могут помочь. Мы рискнем поставить на победу Кэша, который все же получше работает в инфайте и сможет нокаутировать Мадиева двойкой, ну и либо победить решением судей. В мейн-евент 35-летний Дэниэль Джейкобс проведет 12-раундовый поединок против 33-летнего Джона Райдера. Бой файтера с ударом против Решера и Слагера с умением выживать и выжидать своего шанса. Тут интрига может быть только в одном, насколько Дэниэль готов к противостоянию против стойкого и работоспособного соперника. Джейкобс последний раз выходил в ринг в ноябре 2020 года, победив разделенным решением судей Габриэля Рассада. И эта победа была для него скорее минусом, поскольку если ты не можешь уверенно и без проблем пройти жесткого середняка, скачущего из средней во второй средний вес и обратно, ну то о каких чемпионских титулах можно говорить. И особенно если тебя ожидают поединки против Дэвида Бенавидеса или Деметриуса Андрейда, а также подходящих к своим титулшотам Эдгара Берланда, Айдоса Ербасанулы, Эрика Бажиняна и других молодых горячих бойцов. Так что сегодняшний день для Даниэля Джейкобса можно охарактеризовать как старость не в радость, но этой старостью стоит тряхнуть и тряхнуть здорово, чтобы получить напоследок один, а то и два чемпионских поединка, сделав хороший вклад в свой пенсионный фонд. Если говорить о Джонни Райдере, то это работяга, что вполне заслуживает уважительной характеристики Джерни Мэн, а это звучит гордо. Последние два года профессиональная карьера Райдера идентична карьере Джейкоба. Один год, один поединок, что и выразилось в его проигрыше в ноябре 2019 года Калому Смиту и победами в декабре 2020 над Майком Гаем и в сентябре 2021 над Юзефом Юрком. И на этих вводных мы можем говорить о том, что бой будет похожим противостоянием Кита Термана против Марио Баррюса, либо Лиама Уильямса против Крис Юбен. Дирайдер будет преследовать Джейкобса с желанием разгрузить на нем свои удары, а также Даниэль, который будет балансировать между тем, чтобы ударить Райдера и не попасть под его удары. Класс бокса Джейкобса, естественно, куда лучше, но только его инстинкты и навыки уже не те, что были в боях, когда он был чемпионом. Возраст превратил Даниэля в коня, который старую борозду не испортит, но и новый уже не проложит. Также и Райдер, который с возрастом, как вино, становится крепким и мощно бьющим голову, но только вот много вина никому не выпить. Если Даниэль Джейкобс подойдет к этому поединку в хорошей форме и с мотивацией, мы увидим его победу решением судей. Но если в сердце и голове Джейкобса появилась трещина, то он проиграет, даже если выиграет. И проиграет он уже в следующем своем поединке. Ну и самое главное, этот бой никуда не ведет. Он просто еще один мейн-ивент вечера бокса, который должен сделать Эдди Хирн, чтобы отработать деньги до зон.